Катя Адушкина спалилась, что состоит в отношениях. Подписчики нашей пасхалку вали о желании примирения с Шипом. Даня Милохин начала работать в Макдональдсе. На концерте инстасамки сделали предложение руки и сердца. Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Ну реально, подбежитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! В Макдональдсе продолжаются продажи специального комбо от Дани Милохина. В его поддержку сам тиктокер надел на себя форму работника ресторана и отправился в одно из заведений, чтобы постоять на кассе. Почти целый день парень обслуживал клиентов на Арбате, принимая заказы и даже успел помыть полы. Всё это ещё снималось на камеру, поэтому ждите выпуск от Дани на ютубе. Вчера вышел клип Милохина и Эскейпа на их совместную песню «Соулоу». Идеей клипа ребята выбрали тему постапокалипсиса, где самые дорогие им люди превращаются в зомби, а им приходится от них избавляться. Зрители стали сравнивать эту работу с недавно вышедшим клипом Вали Карнавал и диджея Смэша «Тихий Гин». Там тоже всё снято примерно с аналогичной идеей, но клипы всё же разные. Да, они с Артуром не стали обвинять в плагиате, а просто назвали клип продолжением. Возможно, Милохин даже сделал это специально, так как он не раз утверждал, что ему нравится творчество бандитки. Тикток сейчас больше не является площадкой для видосов низкого качества, так как чтобы набрать просмотры, нужно хорошо постараться. С полной отдачей над своим контентом работает Маха Горячева. Тикток для меня не просто видосики, это целая история, это моё творчество от и до. Для меня основа хорошего ролика как рецепт. Сначала идея, потом реализация, потом съёмки двух-трёх видео и выбор лучшего. Только его я и показываю. В пример девушка привела свои недавние ролики с огромным попкорном. На подготовку к ним в совокупности ушло около пяти дней. Вместе с помощницей они закупали все материалы, потратив больше двадцати тысяч рублей. Но этот энтузиазм был вознаграждён миллионными просмотрами. К расшоу Махе зашли видосы, когда она устраивала для Дрим Тима огромную суши и шоколадную вечеринку. Туда было вложено тоже много сил и денег, но в итоге это вернётся к ней в гораздо больших масштабах. Владу Левскому тем временем дали очередное задание от Дрим Тима, чтобы они могли увидеть его полностью лысым. Правда, опять оставили лазейку, чтобы он мог не избавляться от своих волос, чем парень не воспользовался. Владу сделали так называемый лысый грим, из которого получился ещё крутой образ для нового ролика. А вот Настя Рыжик в свет за Аней Хоходеткой тоже сменила цвет волос. «Я больше не рыжая», написала она в историях. Но пока что всё оставила в секрете. В ближайшие месяцы у Моргенштерна впервые за долгое время должен был состояться тур по нескольким городам России. Но он сейчас находится на грани срыва. Родители юных фанатов добились запрета концертов путём нескольких обращений, в которых отмечается, что он использует мат, а также открыто пропагандирует запрещенные вещества и аморальный образ жизни. На данный момент уже в 10 городах выступления отменены. Похожие проблемы возникли и у рэпера Фейса, ему начали под предлогом ковидных ограничений отказывать площадки. Но сам Ваня считает, что это связано с его политическими взглядами, из-за которых ему вставляют палки в колёса. Всё же отлично проходит в туре инстасамки. На вчерашнем выступлении прямо на сцене один из её фанатов сделал предложение руки и сердца своей девушки, и она сказала «да». Появились первые кадры с выступления Дани Милохина и Жени Медведевой в шоу «Ледниковый период». Несмотря на жёсткое падение, они откатали весь свой номер и получили свои оценки от профессиональных жюри. Уже боссы ребята вместе дали небольшое интервью, рассказав, как себя чувствуют. Даня даже успевал шутить, чем показал, что голова после удара осталась цела. Я думаю, что это издание. Очень красиво, да? Да, да. На самом деле, мы встречаемся очень мягко, поэтому, друзья, если вы тричьмаете, вы нажимаете. Всё хорошо. Какой роли бы ещё хотелось представить перед зрителем? Мужа и жену. Это она решает. Влажно. Здесь нужно было посмеяться. Несколько необычных выпусков шоу «Кто твой подписчик?» скоро выйдет на ютубе. Вчера отсняли сразу четырёх гостей, первым из которых стала сама Карина Кросс, а её место ведущей на время заняла Вале Карнавал. Приехал на съёмки певец Джонни, тут уже замену сделали Бабича на его друга Милохина. После угадывать своих зрителей пыталась Ольга Бузова, а в пару к Карине поставили Романа Каграманова. В заключительном выпуске нас будет ждать Карина Крамбэйби, где опять же на место Артура временно взяли Аню Покров. Нютик же за вчерашний день успела побывать ещё на каком-то шоу. Послухом его ведущими станут Ольга Бузова и Юлия Гаврилина, но в чём его суть пока неизвестно. Вместе с Аней в нём приняла участие и певица Лолита. Молодая тиктокерша была настолько под впечатлением от её душевности и доброты, что не могла не рассказать о своих эмоциях подписчикам. Уже несколько дней подряд меня отмечают под этим роликом, поэтому не могу пройти мимо. В фан-аккаунтах заверсился скрин из тиктока Вали Карнавал со съёмок клипа «Тихий гимн». Автор утверждает, что если присмотреться к верхней части экрана, там можно увидеть сильно замаскированную надпись «Хочу мир шипом». Проверить правдивость инфы, к сожалению, уже нельзя, так как бандитка это видео удалила. В комментариях же люди считают, что ей без разницы на эту ситуацию и она бы не сделала такое. Но есть и те, кто не теряет надежды. А как вы думаете, это очередной фейк или всё же похоже на правду? Напишите в комментарии. Катя Адушкиной пару дней назад довелось поучаствовать в шоу «Да-да, нет-нет» с обсуждением громких новостей про неё. Перед самыми съёмками ведущей в директ прислали свежие скрины из туалета новой квартиры Кати, где была сначала она, а после какой-то загадочный парень. Это тот самый молодой человек, с которым девушку ещё летом спалили идущими за ручку, а после она просила не лезть в личную жизнь. Девушка на провокации ведущей ничего не подтверждала, но и не стала отрицать, что между ними что-то есть. Кто это? Я не знаю! А что он делает с твоей ванной? Историю молча. Спалили девчонку. Ну, то есть это не твой новый байфренд, просто человек зашёл сфоткаться у тебя в ванной или помыться, воды дома не было, типа. Не знаю. В ванной бывают похожи очень, знаешь. Типа одна планировка-то? Да, типа, знаешь, дизайнеры там. Фанаты бывшей парочки Анастасис и Лёши Внемова никак не могут успокоиться после их расставания. И всю ненависть выплёскивать на новую девушку-парня. В тиктоке Шинасти Вишневской регулярно приходится читать хейт в директе и какая она плохая. Анастасис лучше, ты чмо полное, пишут ей зрители. Девушка же спокойно реагирует на подобные вещи. Она лишь попросила перестать всех сравнивать, так как все люди разные и невозможно всем нравиться. Для Насти это лишь детские высеры, на которые не стоит обращать внимание. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok